Снова авария, снова пьяный водитель. К сожалению, в результате ДТП погибла женщина. Еще три пассажира были госпитализированы с различными травмами. В стране по поручению главы государства ужесточено наказание за вождение в пьяном виде. Между тем, только в нашей области с начала года выявлено почти полторы тысячи водителей в нетрезвом виде. Несмотря на то, что статистика говорит о снижении, такое количество пьяных лихачей на дороге настораживает. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 4-м микрорайоне в 4 часа утра. А если бы это было другое время, вполне вероятно, что пострадавших было бы больше. Не справившись с управлением, водитель ВАЗ-2112 влетел в две припаркованные машины на обочине. От полученных травм в результате сильного удара скончалась пассажирка. В настоящее время по данному факту началось то судебное расследование. По стати 345 части 3 в результате ДТП на месте скончалась женщина, 1984 года рождения. И трое получили различные степени тяжести травмы. И в последующем были госпитализированы в городскую многопрофильную больницу. В настоящее время еще назначены ряд экспертиз на определение употребления алкоголя водителям. И другие экспертизы. Год назад за управление транспортом в нетрезвом виде потребовало ужесточить наказание президент Касмжумар Тукаев. Согласно новой редакции, даже за первый раз вождение в пьяном виде можно лишиться водительских прав на 7 лет и автоматически получить 15 суток ареста. На 5 суток больше административного ареста получат те, кто причинил легкий вред здоровью окружающих. Тех, кто не первый раз попал в поле зрения полиции, ждет более суровое наказание. Если же автовладелец нанес ущерб чужому имуществу и в ДТП погиб человек, то в данном случае виновник может быть приговорен к ограничению или лишению свободы сроком до 7 лет. По словам полицейских, пока пьяных водителей не стало меньше. Согласно кодексу административных правонарушений, санкции данной статьи, это в этом году с 15 суток ареста и 7 лет лишения водительского устремления. Вместе с тем, с начала года было совершено 78 дорожно-транспортных происшествий лицами управляющих транспортных средств в состоянии опьянения. С прошлым годом, сравняясь, было 125, наблюдается снижение. Кроме того, принятыми мерами нами выявлено 269 водителей за управление транспортных средств в состоянии опьянения, ранее лишенными на право управления транспортных средств. Ежегодно в стране выявляют более 30 тысяч случаев нахождения нетрезвых водителей за рулем автомобиля. В результате пьяных ДТП более тысячи граждан получают ранения или гибнут. Екатерина Шмидт, Айбек Сагангалиев, Достану Разбаев, телеканал Акжаик.